доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели снова мы продолжаем следить за фундаментальными событиями и подводим итоги вчерашнего торгового дня сегодня друзья у меня сперва для вас небольшое объявление в следующий раз на брифингах мы с вами увидимся через две недели то есть в середине ноября я надеялся что в принципе подоспею к саммиту от с в чили чтобы мы с вами еще раз пересмотрели тот новостной фон который складывается вокруг отношения сша и китая и на основании новых водных пришли бы каким-то выводом относительно того стоит ли нам ожидать вот этого обещанного прорыва или нет но наверное вы уже знаете что саммита не будет он фактически отменен из-за беспорядков в чили это инициатива президента чили соответственно соглашение под большим вопросом и судя по всему друзья надежды рынка на то что китай и сша смогут выйти на компромиссы преодолеть вот в конце концов основные спорные моменты и второстепенные тоже спорные моменты подписать торгового соглашения эти надежды могут зажить новую жизнь и но только уже в 2020 году я не вижу каких-либо а следующих важных дат на которые можно было бы сейчас ориентироваться и готовиться к ним что они станут судьбоносными для этой самой сделки и более того я хочу сказать что на фоне того спроса на защитные активы которые мы наблюдали я думаю что сейчас а в принципе можно уже говорить о том что настроение сменились с позитивных на негативные участники рынка а снова усомнились в том что это соглашение может быть подписано я вот таким образом клоню и обращаю ваше внимание на вчерашние комментарии представителей китая которые также усомнились возможности этой сделки из-за импульсивной натуры трампа и если а сша хотят опять же выйти на эту сделку то прежде всего китай продолжает требовать отмены тех самых декабрьских пошлин точнее факта повышения а пошлина а китайский импорт которые должны были вступить силу вот в середине декабря но ранее уже штаты хоть и допускали возможность того что будут изменены сроки повышения импортных пошлин все-таки не отказывались от них будем следить за дальнейшим развитием событий друзья но конкретно сейчас этот новостной фон действительно стал причиной из-за которой резко возросся спрос на иену на золото в принципе это то что нам нужно было потому что мы торгуя пары доллар и иеной собственно всегда допускали что одним из триггеров снижения этого дуэта валютных активов может стать повышенный спрос на защиту а золото у нас традиционно актив который мы несколько месяцев уже покупаем и в принципе не раз уже на этом инструменте заработали но давайте поподробнее с нефтянки мы начнем 59 69 котировки ниже 60 долларов за баррель и поскольку все-таки если вернуться к ходу переговоров между сша и китаем позитив сменился на негатив я честно говоря усомнился также в том что стоит сохранять длинные позиции лично из покупок по бренду вышел это не значит то что открывают продажи друзья потому что сейчас нужно еще раз переосмыслить тот новостной фон который складывается но в данном случае сохраню нейтралитет а мой коллега александр который будет с вами на брифингах а в течение последующих двух недель я думаю что даст вам какие-то точки входа может быть смотивирует на торговлю по этому активу я же к торговой активности по нефтянке вернусь только вот ближе к концу на ноября ну в принципе вы об этом узнаете первыми потому что как только у меня будет возможность снова встретиться с вами друзья я расскажу обо всем фундаменте который вот сложится крупными мазками безусловно за те две недели когда я буду отсутствовать и доллар иена 107 99 мы оказались ниже 108 и хорошо в принципе ниже этого уровня должны были мы просесть еще после заседания федрезерва но наверное хорошо что хотя бы с небольшим лагом но все таки логика на рынке восторжествовала действительно сейчас доллар иены снижается по причине двух новостных на факторов это опять же сорванных а переговоров между сша и китаем из-за того что был отменен саммит и вторая причина это слабость самого доллара фундаментальная в принципе вчера вышли еще данные по личным доходам личным расходам они разочаровали сегодня в пятнадцать тридцать данные по американскому рынку труда это классический всем известный отчет нон-фарм фэрлс по прогнозам друзья не самые лучшие ожидания 89 тысяч новых рабочих мест я думаю что это статистика только лишь разочарует если она будет подтверждена также особое внимание стоит уделить темпом роста заработных плат потому что в прошлый раз мы с вами зафиксировали уже по-моему второй или даже третий месяц снижения темпов роста зарплат сейчас а они остаются на уровне 2 и 9 процента соответственно если сегодня мы увидим значение как минимум на текущей планке либо еще ниже пожалуйста дополнительный негатив который повысит шансы на сохранение мягкой политики федерезерва и соответственно еще больше усилить давление на а долл золото в этой связи я должно на вырасти соответственно 1510 долларов за тройскую умс это те котировки которые мы наблюдаем а прямо сейчас я думаю что дальше роста продолжится тем более что нету пока что надежд на какой-то сверх позитив который мог бы прийти со стороны прорыва в переговорах на а саммите потому что нет уже в планах этого саммита я думаю что можно выдохнуть друзья и держать эти длинные позиции до цели 1525 или 1550 долларов за тройскую умсу евро против доллара 1 1163 как и ожидалось очередная порция слабых отчетов ввп 1 и 1 процента с спад с 1 и 2 инфляции на целых семь десятых процентов на целых восьмидесятых процентов каждый раз когда я вижу этот релиз задаюсь вопросом может ли этот показатель пасти еще сильнее но выходит что может цель европейского центрального банка 2 процента и поскольку очень сильно до нее и cb не достает поэтому и постоянные разговоры о стимулирующей политики и о том негативном влиянии которое она должна оказывать на евро евро останется в нисходящем ключе я говорил вам о том что очень интересными сделки будут вообще продажи евро доллара там выше отметки 110 11 сейчас мы как раз находимся выше данных значений надеюсь то что вы уже коротких позициях друзья я думаю что до разворота осталось недолго фунт против американца 1 29 57 здесь в принципе обновленного новостного фона какого-то нету мы ждем развязки по брейзиту соответственно про сообщественное мнение показывает то что в декабре джонсон получит большинство точнее его партии соответственно не позднее 31 января выведет англию состава европейского союза я думаю что негативный эффект от этого недооценивать не стоит и не стоит сейчас попадаться в ловушку покупателей когда может сложиться ложные иллюзии о том что фунт теперь будет только расти доллар канадец 13153 друзья я призываю вас открывать длинные позиции если вы еще этого не сделали в частности то ослабление канадца которое мы наблюдали после решения банка канады она уже является доказательством того что теперь канадец заряжен на дальнейшую слабость на следующей неделе выйдут данные по рынку труда уже сейчас по прогнозам можно посмотреть что уровень безработицы вырастет на 0,2 процента это станет мне кажется и решающим аргументом для того чтобы банк канады либо в конце этого года либо в первом квартале двадцатого года также как и другие регуляторы начал снижать процентные ставки поэтому ждем на ралли выше уровня 1.33 по австралии также ситуация прежняя сейчас котировки 0.69 на следующей неделе заседание резервного банка австралии и мы снова увидим пару ниже планки 0.69 и ближе к уровню 0.68 цели остаются прежними долгосрочные 0.65 0.66 друзья на этом собственно всем большое спасибо за внимание всего доброго до свидания